Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравствуйте, в эфире Минска городское управление МЧС, студия Анастасия Гарбов. С начала года столичные спасатели потушили более 300 пожаров и загораний, на которых погибли 4 человека. Еще 10 пострадали. Минск чрезвычайный. На минувшей неделе из-за неосторожного обращения с огнем загорелся мусор в подвале пятиэтажки на улице Ангарской. Из подвала работники МЧС спасли 36-летнего жителя. С отравлением продуктами горения термоингаляционной травмой его госпитализировали. Также из подъезда спасатели эвакуировали еще 9 человек. Никто из них не пострадал. И еще об одном пожаре, но уже из-за нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. В гараже подземного паркинга на проспекте Независимости загорелось зарядное устройство для автомобильного аккумулятора, в результате чего сработала спринклерная система пожаротушения. Подоспевшие вовремя пожарные помогли окончательно справиться с огнем. В результате этого ЧП было повреждено лакокрасочное покрытие припаркованного в гараже легкового автомобиля «Кадиллак». А на улице Никитина 4-летний мальчик играл с металлическими наручниками, надел на ноги и защелкнул. Родители около часа пытались снять, но безрезультатно, после чего позвонили в МЧС. Мальчик спокойно сидел и ждал помощи, правда, увидев спецоборудование, сразу же расплакался. Пугать его никто не хотел, поэтому пожарные аккуратно распилили наручники напильником. После освобождения обрадованный пострадавший сказал, что пойдет работать в МЧС. Крупный пожар произошел вчера в многоэтажке на улице Плеханово. Начался он в полдень в одной из квартир на третьем этаже. Работники МЧС спасли из горящего помещения мать и сына. Их передали врачам скорой. Также из квартир выше эвакуировали 6 человек. Уже позже медики констатировали смерть 89-летней пенсионерки, которую спасли из горящей квартиры. Предполагается, что к трагедии могло привести неосторожное обращение с огнем при курении в нетрезвом состоянии сына погибшего. Минск чрезвычайный. Сегодня МЧС вместе с другими структурами и ведомствами, деятельность которых направлена на обеспечение безопасности, дает старт единому дню безопасности, который продлится до 1 марта. В период проведения акции состоятся учения и тренировки по реагированию на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, на взрывы, пожары, химически опасных объектах, объектах с массовым пребыванием людей. Запланированы проверки системы оповещения, в том числе через СМС, трансляции сообщений от МЧС в телевизионном и радиоэфире. А различные учреждения отработают безопасное проведение эвакуации из своих зданий. На этом сегодня все. До встречи через неделю. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова